каждый враг человека все сильнее разрушает жизнь влюбился там разрушил сильно жизни жадность еще сильнее на много лет можно попасть в рабство много лет мучиться гнев вообще может человека лишить даже и жизни и свободы всего то есть вопрос на кого разгневаться так дальше следующий враг человека называется иллюзия иллюзия страшный враг что такое иллюзия это казино лотереи то есть когда человек верит в удачу то иллюзия называется страшная вещь а 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 и а а а а Система ясна, опасная очень, иллюзия. А мне все снятся острова и удивительные страны. Мечта, такой человек что-то мечтает, и потом это превращается в разруху в жизни, в разруху. Это эмиграция, все, это иллюзия, картинку увидел какую-то в жизни, которая понравилась, и все, и в этой картинке поехал к этой картинке, потом остался вообще без того, что было даже. Все эти азартные игры, все эти переездки в чужую страну, все это действие иллюзии, вот эта энергия иллюзия. А также, когда человек не изучает близкого человека сразу замуж, тоже иллюзия. Ну то есть иллюзия означает, что ты вот думаешь, что так, а на самом деле совсем иначе. Это означает, что ты увлекся чем-то, увлекся, ой какая хорошая квартира, какая хорошая квартира, быстрее покупаем, а то кто-то другой купит, быстрей, быстрей, быстрей. Иллюзия, очень опасное мышление, вот если вам хочется быстрее купить, не покупайте ни в коем случае. Когда правильная сделка заключается, сердце спокойно, ничего не хочется быстрее. На работу, допустим, зовут, быстрей, быстрей, давай, хорошее место, давай быстрее, тебя тоже, быстрее на работу, успокойтесь. Успокойтесь, сердце должно быть спокойствием. Если вы спокойно идете устраиваться на работу, все спокойно в сердце, благоприятно. Если сильно, как бы, вот чувствуя быстрее, быстрее, очень опасно. Это так действует иллюзия. Быстрее переезжаем в другую страну, быстрее устраиваемся на работу, быстрее продаем квартиру, быстрее покупаем, быстрее, 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 быстрее женимся, быстрее разводимся. Все быстрее означает иллюзия. Если вы решение приняли в гневе, в суете, в напряжении, быстрее, быстрее, иллюзия, страшная вещь, все разрушает жизнь, ничего не остановится, все становится разрушено. Будьте осторожны. Никогда быстрее, быстрее решение не принимайте, успокойте себя, помолитесь. У меня был в жизни потрясающий случай, совершенно потрясающий. Когда жил в Москве, у меня были знакомые в банке, которые мне сказали, Олег Геннадьевич, супер низкий процент кредит, мы хотим вам помочь, слушаем ваши лекции, все по блату, только для самых крутых людей такие вещи даются, никто больше не получит, кроме вас, все супер, большие деньги там выкупаете, на эти деньги там пансионат под Москвой, там организуем лечебный центр, люди приезжают, людям в Москве некуда ездить, все вы как бы в шоколаде. А я мечтал как бы вот такое все время. У меня такое, так сильно загорелось внутри. Я такой молюсь, чувствую, что я не справляюсь. У меня горит в сердце все. Я не справляюсь с этой силой. Она меня поглощает, сердце гибнет. Я поехал к одному предсказателю, который, ну такой настоящий, в Индию поехал. Он духовной практикой занимается. Он мне рассказал всю мою прошлую жизнь. Все, что у меня было в жизни, мне прям легко. А потом он уже ушел из жизни сейчас этот человек. Ну, чтобы вы как бы не рванули сейчас. Я поэтому раньше не рассказывал, что он был жив. Вот. Бог дает знания, если тебе надо. И я только о будущем только один вопрос задал. Я его спросил в трех разных вариантах этот вопрос. И так спросил, и сяк, и так, и сяк, и по пятое, и по десятое. Не брать, не брать, не брать. Я говорю, а доказательства? Тоже доказательств хотел женщина. Тоже так же, как вы. Вы мою телегу-то не все прочитали, как бы. Я тоже думаю, может он не все понимает в моей судьбе. Он посмотрел на меня, так посчитал, посмотрел, говорит. Доказательства узнаешь через три недели. Я говорю, ну ждать недолго. Подождем. Через три недели обвалился рубль. И я спросил этих банкиров, говорю, если б я взял, что было? Они говорят, всю жизнь бы отдавал, всю жизнь. А может быть и не отдал бы всю свою жизнь. Может быть в тюрьму бы сел. Представляете, в какую опасную ситуацию я мог попасть? Страстно, у меня аж мурашки по коже. Называется иллюзия, мои хорошие, иллюзия. Жжением в сердце характеризуется. Быстрее, быстрее, быстрее. Все у меня будет хорошо. Меняем квартиру, меняем жену, меняем страну, меняем работу быстрее. Жжение в сердце означает разруха, разруха. Должно быть все спокойно, четко, ясно, кристально. Никаких ощущений жарких не должно быть внутри. Следующий враг человека называется зависть или злоба. Это не гнев, это другое. Это когда человек, не то что он в сердцах разгневался на кого-то, он точит своей злобой другого человека. Чаще всего этот враг человека нападает через веру. Ну то есть когда я не понимаю чужую веру какую-то другую, мне кажется, что она неправильная, то я начинаю своим сознанием постоянно точить другого человека. Плохо о нем думать, особенно если духовно развитый человек, это страшно просто. Вот эта вот сила разрушает всю духовную жизнь человека, является главным припадствием на пути самосовершенствования. Если увидите человек неправильно верить в Бога, ну и Бог с ним пускай верит как может. Не надо злиться на него, ну как бы не надо вот это вот под него точить как бы мысли свои. Ненавидеть его за то, что он верит как-то не так как вы. Это страшно. Это разрушает всю жизнь потом. Богу так не нравится. Будьте осторожны. Особенно если человек возвышенный. Если не любить возвышенного человека вообще. Страшные, ну страшные примеры в истории. В ведах описываются, что несколько случаев. А в одном случае человек плохо начал думать о святом человеке. Заболел лепрой проказой. И у него начали отваливаться пальцы, нос там все. Потом он попросил прощения у этого человека. Он вылечился. Все. Ну не погиб, не умер. Он как бы остался жив. И так далее. Куча вот таких примеров, когда человек теряет все в жизни благодаря тому, что он начинает со злобой о вере другого человека рассуждать. Это страшная очень. Страшная штука. Разрушающая жизнь полностью человека. И веру. То есть вера его становится очень злой и фанатичной. Это все начинается с одного человека. Он сначала одного человека веру не любит. А потом это расширяется сначала. Смотрите, как процесс идет. В ведах описано. Сначала человек не любит кого-то одного возвышенного человека. Потом он начинает не любить другого, третьего. Потом он многие веры начинает не любить. И заканчивается тем, что он в своей вере, в своей собственной вере, начинает многих не любить. потому что считает, что они верят неправильно, даже внутри моей веры. И фактически он остается один такой человек. То есть только он правильно все делает, получается. Ну то есть он разрушает все в своей жизни, он разрушает все отношения, становится очень злым такой человек. И при этом он видит правильные какие-то недостатки, как ему кажется. Но если человек в Бога верит, не лезьте туда, это не наше дело. Лучше всего ищите в вере человека чистоту. В каждой вере есть много чистоты. Как определить, что вера правильная? Священное Писание есть, святые люди в вере есть, духовная традиция есть, она длится много веков. Все, вера правильная значит. И в этом Священном Писании люди говорят, что мы верим в Бога, Бог один, все, вот этого достаточно. Не много Бога, а один Бог. Но концепция Бога может быть совершенно разной, потому что в разных Писаниях по-разному описывается, что Бог вот так же человек, у нас есть детство, допустим, юность, зрелость. Мы в детстве же по-другому выглядим, правда ведь? Или нет? Не такие, как сейчас, правда? У нас другое, вот человек показать фотографию, это кто? Он не узнает тебя в детстве. Так и Бог может выглядеть один, но он может выглядеть по-разному совершенно. Но это трудно все понять, как бы, и не надо. Надо понять одно. Человек берет в Бога, я туда нос свой не сую. Это его жизнь, его вера, как бы. Если есть какие-то философы, они могут доказать, что эта вера лучше, это может быть не очень. Это не означает, что они какой-то грек совершают. Они проводят философские исследования по поводу Бога, это нормально. Но мы туда не лезем. То есть, вот человек верит в Бога, и все, хороший человек, пускай верит. Я как бы не лезу туда. А если человек неправильно верит в Бога, он там какой-нибудь сатанист, там еще что-нибудь. Вот. Или он считает, что Бог не один, а их много, богов. Это неправильная вера. Даже в этом случае не надо войну устраивать с этими людьми. Пускай верят как могут. Понятно, да, система? Потому что злоба, она разрушает твою веру потом прежде всего. Продолжение следует...